Христос воскресе! Воистину воскресе! Двоим отца и сына и святаго Духа! Велик Бог Георгия! Эти слова в Средневековье были настолько известны, что заменили на тот период знаменитую фразу библейскую Велик Бог Израиль! Гаадоль, Элагай и Шраэль! Эта фраза встречается даже в Новозаветах, современных молитвах, когда мы говорим «Бог Авраама, Исаака и Аха», то есть Израиль. Эту фразу встречали не только в молитвах, но и при посвящении на боевое дежурство, при заступлении на боевую стражу, при посвящении брыцарям, на плечи ложили меч и на голову и говорили «Великий Бог Георгия!» На флагах многих стран запечатлен знак креста, например, на стране Грузии, которая носит имя этого святого. Грузия, по-другому Георгия, и в Америке штаты есть, и другие города. Флаг Грузии имеет большой крест и четыре маленьких, в честь креста Христова и Рангелу. Сегодняшний день в Сербии называется Джорджиттан, то есть День Георгия. Георгия Георгия в Кругзии, и этот день тесно связан с очень малоизвестным. На наших славянских землях праздник в Беларуси есть ему посвящен только один храм. Так сложилось с милостью Божией, что это был мой второй храм, где я служил, отвязался в деле настоятельства. 23 ноября празднуется День памяти колесования святого великомучника Георгия. Вообще, жизнь этого святого нам известна отрывками. Вначале известно, что папа его очень благочестивый человек, но рано умер. Мама его воспитала в глубоком благочестии. Она была богатая сама по себе и всюду брала с собой деньги не для покупок своих, а для помощи тайной милостыни окружающим. Какие он пытки претерпел? Его пытали 8 суток подряд. Некоторых святых пытают, вот на днях на праздновании святого, его пытали на протяжении 7 месяцев. Это святой мучил Федор Африканский, в честь которого я окрещен Божьей милостью. А этот святой 8 дней. Но он называется великомучник. А другие, как Федор, называются мучниками. Почему такое? Прежде всего, тут повлиял статус их происхождения. Они были из знакных сословий. И второе статус обозначает масштаб привлечения верующих. То есть, скорого привлечения верующих. После Георгия, во время даже еще его пыток, люди сотнями, а потом и тысячами, во время его последних дней жизни, в виде его исповедания веры, крестились. Он претерпел железные ботинки с гвоздями. Его заставляли в этих ботинках бегать вокруг города. А сзади мечами шли стражники и тыкари. А Георгий бежал в этих ботинках так, что стражники не могли догнать. И в это время пел псалмы пророка Давида. Болтуми его зарыли полностью по голову в яму с известью негашеной. Надеясь оттуда достать уже просто косточки без тела. Он приходит спустя несколько дней, а он там остается все равно живой. И еще при этом молитвенно беседует с Богом. Потом дали ему чашу с ядом выпить. И он знал, что там яд. Помолился, перекрестил и выпил. Как Господь говорит, даже если вы во имя Мое что-то смертное выпьете, это не навредит вам. Эти слова вот мы видим, как исполняются на этом садом. Начали смеяться над ним, прикалываться окружающие. И царь и говорит, ну если твой Бог такой великий, пусть Он воскресит. А они тогда проходили вдоль кладбища. И он встал, начал молиться и говорит, Господи, не ради меня, а ради того, чтобы они увидели еще раз и еще раз. Покажи им твою силу. И этот мертвый, абсолютный человек, воскрес. Раньше в пещерах погибали, не под землей, а в пещерах. Открывался камень, погребенный человек выходил, как в этом случае, из этой пещеры, уже который был давно погребен. По-другому великомученик. На греческом языке звучит более справедливо, более красиво. Не просто великий мученик, а великий свидетель. Мегало-мартирес. Мартир это свидетель, даже в суде, тот, кто выступает в свидетельской роли. В советское время так выпало, что мой родственник, протеорей, он сейчас ныне живущий, в преклонных годах в России, служил в крупном агрогородке с современными мерками. Это был как раз год окончания войны. Отставников, ярых безбожников поставили на тот район, чтобы полностью устребить, как они назвали, бабушки на благопочитание. Закрыть храм. Приходит новый глава района, говорит, оп, это последняя твоя служба. Вот тут на столе я должен увидеть ключи. Он объявляет об этом всем. Они все молятся, причащаются, служат молебницей Акадистом Георгием, кладут на стол ключи. Он дожидается этого деятеля закона, вручает ключи и уходит. Вот спустя несколько дней прилетает этот глава весь, как говорят, в мыле, весь взъерожен и говорит, скажи, кто у вас главный, кто над тобой главный? Он говорит, ну благочинь. А у тебя есть его фотография? Он ему показывает совместную гипердиальную фотографию. Нет, это не он. Кто выше него? Секретарь. Он показывает пальцами. Нет, не он. А кто еще? Ну архиерей. Нет, это не он. А они идут как раз возле храма. Пошли в храм. Может там кого заметят. Может там что-то есть. И начинает, скажем, шутить так, юродствовать этот батюшка и показывает на икону Спасителя и говорит, может он, потому что выше только он, на Господа. И когда он показал, бросил рядом на икону взгляд, а всегда храмовая икона рядышком вешается, и там храмовая икона великомучерка Георгия. Посмотрел на эту икону, а рядом икона почерпта его в нашем храме великомучерка Димитрия, мироточивого Солунского. И говорит, вот эти двое ко мне приезжали. И начинает рассказывать. На белых конях в это утро приехали в офицерской одежде с знаками отличия офицерскими. Но что интересно, что летом, вот скажем, в летний весенний период, уже жаркий, у них были большие плащ-палатки, которые развивались. Как обычно на иконах пишут великомучернику Георгия. И эти два офицера пришли, скажем, буквально так, небрежно открывая двери, и ему сказали, если ты... Они прямо упорлись в стол, он сам описывает, и сказали, если ты сделаешь, что эти храмы будут закрыты, и с этого воскресенья не возобновляются службы, ты об этом, и все окружающие, до смерти пожалеют. После этого храмы эти не были закрыты больше никогда. И что интересно, в 80-х годах перед этим тайно крестивший он своих детей, сам этот безбожный руководитель крестился, и сейчас в этом храме является старостей заходной. По крайней мере, вот насколько я помню, в 2012 год это было так. Сейчас я не знаю уже. У наша вся жизнь, это мир земной, церковь земная. Все наши храмы составляют одну общность, церковь земную, и церковь небесную составляют все святые. На самом деле, правильно сказать, что это все одно, общее, единое тело Христово, одна церковь. И мощи святых, которых мы имеем в том числе и в нашем храме частицей, святой великомощнике Пантелеймона, например, они живее, чем мы ныне живущие на земле. Мы очень материальны, мы совершенно забываем истину, значение которой неприходящее. Вспоминаются слова блаженного Августина из «Исповеди». «Господи, дай мне целомудрие». Но не сейчас, а потом. А этот потом уже святой жизнью человек очень долго боролся с грехом, с остолюбивым таким, как походы налево. Ну, любил он сильно женщину. И он сильно боролся. Но даже, скажем, в молитве, когда он молится, потом записывает свои дневника. Вот я молюсь, что Господь мне послал целомудрие, а внутри мозгами думаю. Ну, чуть-чуть попозже, но не сейчас. В этом вся суть нашей светской мирской жизни, что мы не можем, даже если мозгом молимся, мы все равно сердцем отрываться от наших каких-то мирских дел с трудом, едва ли можем. Это как была ситуация, что, прихожу, причащаю бабулю, вокруг нее родня всегда, есть лежачие одиночки, скажем, а тут вот такая вот хорошая родня, все постоянно по два человека дежурят, уже несколько лет рядом живут родственники. И как-то заговорил после причастия с ней, а вот если бы сейчас тебя Господь исцелил, на что она прямым текстом отвечает, в принципе, мне и так хорошо. То есть человек так, даже при своих немощах привыкает к выгодному ему сладкому положению, что он не может оторваться от этого. Святитель Феофан Затворник говорит, все надо совершать сердцем. Сердцем любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу приближаться, сердцем прощать, сердцем вернуться, сердцем благословлять. Просто словами сказать, если ты священник или там родитель кого-то отпускаешь, Господи благослови, да? Просто слова. А ты пропусти эти слова через фильтр сердца искреннего, полного любви. Просто номинарно сказать, я тебя прощаю. А ты прости так, чтобы у этого человека загорелась любовь к тебе. Это большой талант. Ни одного дня трудов, но это всем нам возможно. Мы сегодня много раз слышали, и вчера в тропоре, кто такой великомученик Георгий. Для пленных свободителей. Очень, кстати, актуальная фраза для нашей современности, для наших, особенно, южных границ. Пленных свободителей, нищих защитителей, немощствующих врачов, царей и, в принципе, всех христиан, с поборителем, то есть поборником, и победоносец. Мы все хорошо знаем целителей, бесребресников, особенно выделяем среди них великомученика Пантелеимона. Мы в целом побываем в таком человеке, как великомученик Георгий. Это тот святой, который еще и много-много-много просеял через исцеление. Сеяв во вслезах, свесели мжнеши. Мы все в жизни привыкли, как? КВМ, чтобы нас по жизни, в принципе, сопровождал. Или шуткой, или подколом друг друга. Позитивный момент обязательно должен быть в нашей жизни. Но он не должен переходить границ. Потому что те, кто... Это, по-моему, всем бабульки в детстве говорили. Сильно смеешься, будешь долго плакать. По крайней мере, я в детстве четко от дедушки, бабушки помню такую фразу. И тут в Кандаке святого великомученика мы слышим, что ты в слезах сел с весельем жнешь Сибирь в вечной жизни. Литургия это служение примирения. Отними сердце каменное и дашь сердце плотяное, то есть из мяса, из плоти, тебе последующие, любящиеся, боящиеся. Это говорит все тот же самый святой, который так долго боролся с страстями. А можно спросить? Простите. Дистанцию общения Бога и человека. Выставляйте Бог. Выставляйте человека. Господь нам дает все возможности, но хотим ли мы принять это другое дело. То же самое, что шлюпка пошла к дну уже спасательную, спасательный вертолет прилетел и нам всего лишь нужно забраться по лестнице. А мы в это время думаем про какие-то другие блага. Повкуснее, покушать, покрасивее одеться, побольше положить в карман каких-то других благ. Господь уже тот, кто нас спасает, через того, кто нас спасает, уже не просто лестницу сбрасывает с вертолета, а люльку, в которой хочешь сиди, хочешь лежить, ты никак не выпадешь. Но человек все равно постоянно озирается обратно на сладкий путь греха. Веси, Бог, Владычеса, Моя Богородица, яко отнюд им в ненависть сезлаемые дела и всею мыслью люблю закон Бога Моего, но не вим, откуда я же ненавижу, та и люблю, облагая, приступаю, не покущай, причисляя, воли Мои совершатеса, неугодно поесть. Эти слова мы читаем каждый день, когда молимся. может кто не понял на славянском? Тут речь идет о чем? Что мы молимся Божьей Матери от всего сердца словами Святого. Божья Матерь, я люблю очень слово евангельское и закон евангельский Твоего Сына и знаю, что Он мне полезен, но все равно не знаю, почему я переступаю через этот закон и творю грех. Поэтому, Божья Матерь, не допускай воли Мои совершатся, потому что она не полезна мне и неугодна Твоему Сыну, но будет воля Твоя и Твоего Сына, чтобы не спасти. Господи, дай нам по молитвам великому чайка Победоносца и Целителя Георгия отрыгнуть сердце каменной и приобрести сердце полной любви. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжение следует...